Для себя решила, ты прощаешь в итоге тех людей, которые сделали тебе больно, обидели или с тобой несправедливо, обошлись? Да, те, кто хоть как-то осознают, что они сделали, конечно, прощаю. А те, кто не осознают, я их просто перекладываю в задний карман своих джинсов и, собственно, забываю. И в этом смысле я очень счастливый человек. У меня есть одна гениальная история, вообще, чтобы понять, как устроена моя злопамятная память. Есть такой человек, Владимир Киселев, группа «Земляне». А, конечно, да. И у него был фонд «Федерация». А может, и есть до сих пор. Да, это на его мероприятии Путин спел. На его мероприятии спел Путин, Шерн Стоун, вот французский артист Депардия и еще там какое-то количество звезд. И вдруг после этого мероприятия выходит открытое письмо мамы девочки, которой была обещана помощь. Девочка борется с онкологией, которой была обещана помощь. Но благотворители, которые хотели помочь, они отказались, потому что к девочке в палату пришла Шерн Стоун, сняла с себя кулон, отдала кулон. И благотворители подумали, что, ну, раз ребенок под такой защитой, мы поможем какому-то другому ребенку. А этому ребенку помогает фонд «Федерация», как и обещал. Фонд «Федерация» каким-то образом не помог. Девочка осталась без помощи. И вот мама пишет открытое письмо, что мне нечего терять. Я готова об этом говорить открыто, но вот фонд «Федерация» не выполнил своих обещаний, а того благотворителя мы потеряли. И как-то звонит мне Олег Кашин, которого только-только недавно избили, и просит комментарии. А я даю ему такие очень расплывчатые комментарии, потому что когда-то, какое-то время назад, наши врачи, которые строят клинику в Москве, попросили не очень влезать в этот фонд «Федерация» и не очень как-то узнавать, чем они занимаются, потому что когда он появился, мы все обрадовались. Еще один фонд, который помогает онкологическим детям. Сейчас мы будем мир, дружба, вместе помогать. И как-то очень быстро поняли, что там настолько невнятная какая-то сомнительная история. Начали копать, копать, копать. И вот наши врачи попросили, пока не построим клинику, не копать, пожалуйста. И мы так... Поэтому я с Кашином очень деликатно, обходя все острые углы, как-то, значит, с ним общаюсь, рассказывая, что вот никакой информации, кто в правлении, кто в попсовете, никаких отчетов. И у него выходит статья, он со мной ее не согласовывает, и статья такая, шашки наголо, и давай всех рубить. И там есть фраза, и у них в попсовете или в правлении, я сейчас не помню, люди с сомнительной репутацией. Фонд Федерации подает на меня в суд. Я, значит, прошу Кашина аудиоверсию. Запись. Тут уже наш фонд встает на защиту Кашина и газета «Коммерсант» и говорит, ну, послушай, нам так нужна газета «Коммерсант», они так много денег собирают, когда нужно помочь. Я отстаю от Кашина, хотя прошу его прийти в суд. Он не появляется. И беру весь огонь на себя. Беру весь огонь на себя. Параллельно с этим получаю письма с угрозами от Владимира Киселева. Они не подписаны подписью. Они просто напечатаны на, по-моему, чуть ли не на машинке. Такие письма получаю я. Письма по настоящей почте, бумажные письма. Бумажные письма. Не электронные. Не электронные. В театр, в фонд, еще куда-то. И он там пишет, что ты возомнила себя матерью Терезой. Значит, ты вообще не понимаешь, что такое. На кого ты руку подняла. Я тебя закопаю в асфальт вместе, значит, с твоими детьми. Просто, просто... Вот так. Да. Ты, в отличие, значит, от Шерон Стоун, которая сняла с себя самое дорогое, что у нее было, вот этот кулон, и отдала ребенку. Что отбираешь бедных людей, там, первое письмо, второе письмо. Я показываю это адвокатам, адвокаты разводят руками, как бы, ну, что с этим поделаешь? Ничего не поделаешь, просто напечатанное письмо. Анонимное? Нет, подписано. Владимир Киселев. А, подписано. Но напечатанное письмо. Но никакого... Но росписи ничего нет. Дальше проходит суд. На этот суд я зову всех селебов, которые участвуют в благотворительности. В 8 утра куда-то там в суд на Яузе приезжает Наташа Водянова, Константин Хабенский, Евгений Миронов, даже Кирилл Серебренников, Женя Симонов. Вот всех звезд, которые возможно собрать, это реально в 8 утра, зима, ночь, Яуза, суд. Все пришли, судья испугался, как нас много. А как бы наше было главное высказывание в том, что благотворительность должна быть подотчетной, открытой, прозрачной. И либо мы все создаем такое сообщество, либо как бы считаем, что вот закрытая информация. И, собственно, почему возникло слово сомнительное? Потому что она вызывает сомнения. Потому что там на сайте никакой нет информации. Судья находит радостно, что не в том месте поставлено запятая, закрывает это заседание. А у нас там много прессы. Пресса пишет примерно так, что вот звезды пришли поддержать коллегу. Звезда Водянова была в таком-то костюме. Звезда какая-то была в таком-то костюме. Господи. Полно ничего по смыслу. Кто как был одет и пришли поддержать свою звездную коллегу. То есть какая-то ерунда. В общем, все это смывается, размывается, все смыслы. Дальше через какое-то время закрытый суд. Никого нет, меня нет, никого нет. Суд постановляет, что я виновна. А тебе инкриминируют очернение репутации? Очернение репутации, да. Я должна заплатить рубль для обеления репутации. И все, и все газеты опять, вся пресса написала. Хаматова проиграла суд. Что про что, почему, никому не интересно. Все, Хаматова проиграла суд. Проходит несколько лет. Звонит мне одна женщина, которая говорит, послушай, я хочу выяснить, кто такой Владимир Киселев. Он тут подался на грант, как лучшая благотворительная организация. И мы хотим через тебя проверить, это хорошая благотворительная организация или нет. Я говорю, я не знаю, кто это. Она говорит, ну узнай, пожалуйста, кто это. Надо вот, ну. Я говорю, слушай, я спрошу у своих. Звоню в фонд. Говорю, слушайте, вы можете мне сказать, вот Владимир Киселев, это хорошие, порядочные люди. Там такая долгая пауза. Говорит, в смысле? Я говорю, ну я не знаю, вот Владимир Киселев, давайте, ну, у вас есть ресерч какой-то? Я говорю, это же я не знаю, кто это. Мне говорят, ты издеваешься? Я говорю, слушайте, ну я правда не знаю, ну, может быть, я знаю, но, как бы, ну, они хорошие, им можно давать грант? Говорит, ты больная. Вообще-то этот человек хотел тебя закатать в асфальт. Это тот самый, который обещал тебе и твоим детям смерть страшную. А, да? Говорю, я кладу трубку и думаю, господи, как так можно жить вообще? Как так можно жить? Но мне кажется, это, с другой стороны, это мое спасение. Ну, то есть, в принципе, если бы я там через это количество времени не получила вопрос, кто такой Владимир Киселев, то еще через полгода я бы его увидела. Мне бы сказали, это Владимир Киселев, я бы сказала, здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Поддержите дождь, чтобы вам было что смотреть. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ Когда я с некоторыми нашими общими знакомыми общался, говорил, что вот буду с Киселевым разговаривать, и такое прозвучало. Ну, вот он как Макаревич, я так сразу опа. Говорит, вот Макаревич перестал быть музыкантом, когда стал играть в общественного деятеля. Я говорю, вот хорошо, а Киселев? А Киселев перестал быть музыкантом, когда занялся бизнесом. Вот комментарии по этому поводу. Ну, во-первых, что значит вообще оценка музыкант, не музыкант? Я до сих пор пишу песни, песни выходят, некоторые доставляют огромное удовольствие, то есть профессиональное удовольствие, потому что понимаю, что они качественные, тем более я нахожусь в том возрасте, когда самообман более страшен, чем недооценка. Я теперь буду знать про свой возраст что-то, что-то страшно. Ну, вообще, знаешь, самое ведь удивительное, что я ведь начал и музыкантом, и менеджером фактически одновременно, потому что, создав землян, у меня никогда не было директоров и никогда не было дядей старших. Возле нас дядька Черномор отсутствовал как класс, потому что если брать Андрея, то был Ваня Меликпашаев. Но он появился, Меликпашаев появился все-таки там где-то уже в годах. Ну, возле них всегда были... Ну, а кто? Андрей Вадимович, по-моему, сам достаточно... Не-не-не, но Андрей, он все-таки более, чем я, одухотворенный музыкант, я все-таки был более циничен. Во всяком случае, по отношению к Андрею, это уж точно. Он всегда был таким, не от мира. А второй момент, что оценка для музыканта ведь очень страшная штука, потому что прийти в переоценку превращающаяся в посмешище. Недооценка тоже на русской пословице на обиженных воду возят. Ну да. Поэтому вот это вот найти середину, это большая удача, большое удовольствие, большое счастье. У меня получилось так, что, в общем-то, ни у землян, ни у группы Санкт-Петербург, ни у группы русских, многих с кем я занимался и кого я создавал, не было недораскрученных песен. Потому что, в принципе, все наши песни были достаточно популярны. Более того, многие были революционны. Потому что, что мне стоило в советское время пробить группу Санкт-Петербург, понимаем, да? Когда был Ленинград, в общем-то. Да, это первое. Тем более, все-таки я из достаточно консервативного города. И город специальный, мягко говоря. Да. И немаловажный момент, что группа Санкт-Петербург стартанула с песни «Русские русские». А следующий хит у группы зачарован, а колдован, что тоже весьма проблемно. Поэтому момент для музыканта «Уйти, не уйти» не так важен. Важен, насколько ты в тренде, насколько ты понимаешь, что ты делаешь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Все обещания, данные Владимиром Путином фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него. Поява Хаматовой у промо-компании Путина викликала бурхливую реакцию. В интернете ее называют зрадницею або заручницею. Сама Чулпан свиевчинок не прокомментувала. Ну, Шевчук же достаточно бескомпромиссный человек, а насколько вы компромиссны? Да, я компромиссна. У меня есть фонд. Поэтому в этой истории, в смысле, если говорить про политическую ситуацию, у меня ситуация сложнее, чем у Юры Шевчука. Она не такая простая. Если бы не было фонда, если бы я не была мамой троих детей, я пошла бы на баррикаду. Мне даже, наверное, было неважно, за кого и куда. А почему? Не знаю, какой-то такой дух борьбы сидит во мне априори. Наверное, из-за советского прошлого, из-за книг про Марата Козея, Зои Космедемьянскую и так далее. Добрый день, друзья, не а другие. Очень часто встречаю комментарии насчет предать забвению. Зачем вы рассказываете о Пугачеву и зачем вы напоминаете про Челпан Хаматову предать забвению? Объясню, почему нельзя. Вы знаете, допустим, вот мне, советскому школьнику, совершенно не рассказывали про Бандеру. Он был предан забвению. А вот недавно было 60 лет возведению мемориала Тараса Шевченко украинскими националистами в Америке, в Вашингтоне. Я узнал, что даже наши ветераны, украинцы, советские воины, посылали свои советские рубли на возведение этого монумента. В принципе, его там возводили, Тарасу Шевченко, как русофобу. Мы вообще совершенно не знали ничего про бандеровцев и про эти настроения. Ну, я, допустим, и люди из моего окружения. Потому что было предано забвению. Давайте мы предадим забвению, допустим, Гитлера. Он же не хороший человек был, правильно? Зачем же нам его вспоминать? Дело в том, что когда мы предаем забвению злодеев, мы забываем и про их жертвы. И мы забываем про тех героев, которые с этими злодеями сражались. Я, конечно, совершенно не склонен сравнивать масштаб политиков таких, как Адольф Гитлер или Степан Бандера с нашими релакантами, я просто это вот, ну, такая гипербола. Просто вам пример, что нельзя забывать. Надо помнить. Помнить и либо прощать, если хотите, если найдете какие-то аргументы. Либо не прощать, но не забывать. Перестаньте, пожалуйста, вот все время твердить про забвение. И в коем случае надо помнить все. И хорошее, и плохое. И хороших, и плохих. И хороших, которые стали плохими. Ну, и плохих, которые, может быть, станут хорошими. Такое тоже случается. Но не забывать. Забвения нет.